доедем мы ребятки до плановой улице у нас осталось 370 метров здесь у нас идет скопление на светофорчик ну да час пик конечно светофора не собирают сейчас уже по многу на той стороне у нас я думал аварии просто сломалась машин спереди камера контроля перекрестка такая новенькая машинка сломалась да и плохо то что она стоит с ребенком стоит на дороге неужели нельзя уйти ну наконец-то догадались а тут знакомые подъехали подъехала помощь неужели она стоит с ребенком на дороге не может на обученную даже не на обученную просто выйти с проезжей части так здесь у нас перекрестки можно из со средней полосы поворачивать интересно успеем и в этот заход на поворот на левой или не успеем по-моему светофор здесь очень мало горит да с туси ковальчук мы переходим сейчас так здесь у нас пар здесь у нас офигенно стеклянный торговый центр до едем мы по плановой улице дом 50 и наблюдаем но в новые домики стоят но и тут тут даже не знаю это недавно чего еще не построили наверно тоже магазин какой-то будет а здесь тут уже дома со шпилями что сейчас модно строить каком-то венецианском стиле так вот да здесь тоже немножко мы сейчас потолкаемся толкаться осталось честно говоря недолго ух ты какой у нас мишка впереди стоить дендропарк и на входе вот такой мишка здание касса наверно да но здесь дома обычные обычные постройки улица жуковского у нас уже здесь пошла как быстро название меняется я даже не успеваю прочитать вроде еду медленно до обычные хрущевочки пятиэтажечки спереди камера контроля перекрестка да домики в принципе старенький но радует то что сейчас прям такая теплая погода солнечная и мы можем с вами хорошо все разглядеть полюбоваться природа и деревья еще и зеленые стоят даже березки еще желтизну не ударились но в этом году в новосибирске тоже было жарко летом так да здесь мы пойдем по средней полосе потому что по полосе транспортных средств общего пользования можно влететь на камеру не знаю на эту полосу снимает или просто скорость где-то я видел камера стоят да я здесь уже ездил ребятки но ездил я один я здесь съем съемок не вел так что мы здесь с вами первый раз прогуливаемся с youtube торговый центр сибирь ну что до места нам еще 8 километров на часах уже час прибавляем еще четыре пять часов вечера по местному солнышко у нас еще высоко я думаю что мы сейчас не будем терять время и поедем жилой комплекс оазис больно на картинках прям так красиво хочется воочию посмотреть вживую и вам показать так что мы сейчас обед отложим на ужин а ужин он как говорят нафиг не нужен нет конечно перекусить надо все равно чего-нибудь не с пустым желудком ходить да чем мы ближе к окраине города тем домики пошли уже такие деревянники через 600 метров где-то требующие качестве косметического ремонта и кирпичные новенькие и кирпичные старенькие и кирпичные старенькие так вот уже указатель у нас налево на кемерово а на право на красный проспект наш светофорчик так проходим 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 уже раз заморгал то надо поторопиться прямо 3 километра так 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 вышли мы на мочищенское шоссе или нам очень мочинской мочищенское что у нас там с температурой не разглядел 10 градусов так и есть 10 градусов на улице так музей эпохи СССР интересно а я вот его не видел раньше что это здесь за музей да там автомобили чего там только нет вот куда надо сходить но это следующую экскурсию сейчас надо съездить посмотреть на новостроечки а может повезет вечерком прокатимся по станциям метро вечером все равно ведь солнечный свет в метро не нужен но посмотрим все зависит еще и от состояния моего потому что не спамши ночь после большого пробега по тысячу километров в день три дня подряд тоже усталость накопилась но я не отчаясь меня заводит кинематограф и ваши положительные ответы комментарии к этим видео Малая Медведица я так понял что это торговый центр тоже так называется здесь тоже какая-то площадка строится интересно складские помещения возможно а тут вот хундай сервис центр точнее форд фиат а там может быть еще какой-то тоже автоцентр растет так ну что скоро у нас поворот а вот он наш поворотик налево который и приведет нас на улицу кубовую здесь как заузили с этими а здесь вон что делают так я думаю ты фургончик меня не прижмешь у меня еще прицеп иззади прямо 3 километра хорошо разошлись миниатюрная мельница здесь так побыстрее движение то пошло просто даже побежала ух ты мы в лесном оазисе едем где после дождей очень тяжелые листья становятся кроны сгибает потом по фургону начинает колотить так дорожка у нас здесь уже выходим мы на окраину на самую окраину в промзону но здесь справа у нас дачный поселочек дачный поселочек и мы сейчас идем еще прямо в этот дачник конечно не будем заезжать у нас там пока знакомых нет так какие ребята рисковые выезжают перегораживает все и все это хочет так и тормозим Загородная жизнь называется Домик Может быть чей-то сервис А вот здесь вот Ух ты А вот здесь вот уже красота Целый ансамбль Домиков Так, прямо у нас пошла дорожка На Серебряный лес Может какой-то пансионат Серебряный лес А мы едем дальше Осталось каких-то два с половиной километра О, и тут прям березовые рощи Райский уголок, ребятки И, наверное, грибы есть Но, наверное, здесь их уже Давно подобрали Потому что они тут в шаговой доступности А может тут коттеджный поселок Серебряный лес-то Я смотрю Домики какие стоят Через 300 метров Поверните направо На Краснояровское шоссе Ага, очень хорошо Развязка близка Главное у нас уходит направо И мы почти рядом Проезжаем мы красивый микрайончик стрижи Поверните направо На Кубовую улицу Так, и как раз мы сейчас уже Скоро повернем на Кубовую улицу Да, здесь тоже Домики все построены Передний ряд сделан пониже этажей Дальше Второй ряд повыше этажей Вот это правильная планировочка Чтобы людям, которые живут Сзади домов Было тоже видно Это лесу посадку Серебряный лес Называемый Да, вот они Домики, про которые я вам говорил Передние пятиэтажки А сзади уже девятиэтажки Так Здесь у нас уже Навстречу движениям Плотненькое Но нас это уже Не волнует Потому что мы почти приехали Почти Это уже вон осталось Каких-то 300 метров Нет, пишет 480 Обманул глазомер Ну это Неудивительно Ребятки После бессонной ночи Но ничего Сейчас мы зарядимся Энергией И пойдем снимать Да, не будем терять Солнечного дня Вижу-вижу я Наш заезд Должны нам сейчас Поднять шлагбаум Заедем на территорию Пристроим Свою коняшку И на автобус Ребятки И поедем В город Путешествовать Поверните налево В отвор А затем Поверните Направо Так, ну шлагбончик Здесь поднятый Очень даже хорошо Ребята Оперативно Среагировали На сибирскую Бакалею Все Предупредил я Чтобы они не думали Что я тут Заехал втихаря Вы приехали Вот Золотые слова Мы приехали Все, ребятки Сейчас будем Пристраивать Свою коняшку А что пристраивать Там территория большая Раньше мы заезжали Вот на эту эстакаду А сейчас они Отстроили себе цеха И вся эта Расфасовочка Крупы Идет уже В новом цехе А здесь Здесь пока Пустует Здание Но честно говоря Не очень было удобно Сюда вот на эту эстакаду Забираться А съезжать с нее С низким полетником Это вообще было проблемно Надо было поднимать подушки Вот здесь Видите какой Съезд крутой А сейчас по прямой Вот в этих В этих Из В одни из этих Четырех ворот Нам завтра Поставить на погрузочку И будем грузиться Мы с вами, ребятки Пока не скажу куда Пусть эта интрига Останется до завтра Сегодня у нас Все Внимание На Новосибирск Так Где-то здесь Развернуться И встать Вот вдоль стены Здесь Здесь Внимание